Социальные сети как инструмент обратной связи и оперативного принятия решений. Уже который раз в Рио главы Чуваши Олег Николаев обращает внимание глав муниципалитетов на проблемы, озвученные на различных онлайн-платформах жителями районов. На самой первой встрече была поставлена конкретная задача – закрыть несанкционированные свалки, наладить работу межмуниципальных полигонов и рассмотреть возможность раздельного сбора мусора. – Работа идет полным ходом. Буквально сегодня на коротке докладывался мне министр природных ресурсов Александр Юрьевич, что в этом направлении буквально уже со следующего месяца будет серьезная активизация работы. Поэтому прошу коллеги еще раз очень критически посмотреть на комплексную территориальную карту обращения твердых коммунальных отходов. В случае необходимости нам его надо оперативно скорректировать, потому что она является основой организации обращения твердых коммунальных отходов с прицелом на более глубокую переработку. Это муниципалитетам еще предстоит сделать. А вот свалка в лесу, которая образовалась в Ибресях, уже ликвидирована. – Эту свалку мы убрали на следующий же день, после того, как получили сообщение. На сегодняшний день там полный порядок. – Ну, народ там отдыхает? – В связи с новой ситуацией, скажем так, скоплений народа не наблюдается в данном месте. – Молодец, выдержали тест. Еще одна проблема, озвученная в социальных сетях, полностью исчерпавшая свой ресурс дорога Шамалакова-Яманчурина, что в Яльчикском районе. Ездить по ней просто невозможно. – На текущий период, в кого Чуваш-упортор Минтранса Чуваши провел электронный опцион по капитальному ремонту данной автомобильной дороги, заключен государственный контракт ООО «Водорстрой» на сумму 1032 миллиона 740 тысяч рублей, общей протяженностью 6 километров 185 метров. Подрядчик ООО «Водорстрой» планирует приступить к работе в августе месяца текущего года. – Жители жалуются на отсутствие газа в Цивильском районе, закрытие школы в деревне Большие Карачуры, отсутствие качественных дорог в населенных пунктах. Вера Орешкина – жительница поселка Кугеси, одна из тех, кто обратилась к в Рио главы Чуваши Олегу Николаеву с просьбой проконтролировать вопрос укладки новой дороги по улице, где она живет. Работы начались, но по неведомой причине асфальт не дошел до дома многодетной семьи. Обращения в администрацию Чебоксарского района ни к чему не привели. – В данном случае это даже не просто наша топанья ножкой, говорит, что нам это очень нужно. Это нам очень необходимо по той причине, что здесь творится полное бездорожье. Вот даже можно посмотреть за моей спиной, то, что прошел дождь и весь песок уже смыл сюда. Весной и осенью здесь очень грязно и невозможно проехать не на машине. – Получилось так, что асфальт нам делают вот до этого столба. И то есть мой дом остается вот такой участок без асфальта, без дороги. Любой дождь, любая грязь, все стекает ко мне вот сюда. И тут образуется огромная лужа. У нас трое детей, многодетные родители. Как бы нас это не то, что, мягко говоря, не устраивает. Нам бы очень хотелось, чтобы и около нашего дома, как и по всей улице, был асфальт тоже. Олег Николаев еще раз напомнил, что решать муниципальные проблемы должны местные власти. Быть в теме и принимать быстрые решения. Именно этого ждут от них жители. Ситуацию с обращениями граждан в Рио главы Чувашии держат под личным контролем.